Золотым стал чемпионат мира по гиревому спорту для чувашских спортсменов. Житель Шимушинского района Владимир Шуляков завоевал сразу пять золотых медалей. Лучший результат показала и Анастасия Александрова. Анастасия Александрова с детства мечтала стать учителем и сейчас работает преподавателем сельскохозяйственной академии. Спорт в ее жизни появился неожиданно в студенческие годы. Я на всю предложил заняться гиревым спортом. Сначала пришла, потом через месяц она бросила, по совету родителей, родни. И через три месяца опять за ней, можно сказать, бегал. И через три месяца она возобновила тренировки и пошли результаты. Чемпионат России, Европы и вот теперь мира. Я не ставлю перед собой цель выиграть. Для меня очень важно поднять результат. То есть если я подниму свой рекорд, это вообще самое наилучшее, что может быть, если я побью свой рекорд. Хотя бы на один подъем. А в целом нет такого занять первое место. Есть хорошо выступить и оправдать надежды. Оправдать тот труд, который ты сама же вкладывала в это все. В Сербии Анастасия не смогла побить свой рекорд. Подняла 24-килограммовую гирю 180 раз, а не 189. Но и этого результата для победы было более чем достаточно. Соперница из Норвегии, получившая серебро, смогла сделать лишь 150 рывков. Не было равных и Владимиру Шурякову. Спортсмен занимается гиревым спортом уже более 40 лет и даже занесен в книгу рекордов Гиннесса. Пока не тренируешься, не занимаешься, вроде чувствуешь сам себе не так. Мне просят, можно сказать, как кушать хочется. Вот поэтому я пока тренируюсь. План работы, день, сколько раз надо поднимать, сколько рывок надо, сколько толчок надо. Без тренировки не получается. Гиревой спорт считается одним из доступных видов. В основном занимаются в селых и деревнях. Там, по мнению тренера, и вырастают сильные и выносливые чемпионы. Мария Шоклева, Юлия Адюкова, Бахтияр Вилеев, Республика.